Это северно-окраина Мценска, пятак за мемориалом славы, июль прошлого года. Военно-историческая реконструкция, которую провел местный клуб «Батальон» с помощью коллег, как Орловских, так и иногородних. Реконструкция эта посвящена апрелю года 42-го, когда была предпринята попытка город у немцев отбить. Частями 240-й и 137-й стрелковой дивизии 3-й армии с 27 по 29 апреля 1942 года. Высота 214,6 – место реальных боев. Наши тогда не смогли укрепиться, и немцы контрударом их от Мценска отбросили. И теперь клуб «Батальон» с «Товарищей» хотят это место превратить в целый комплекс, посвященный погибшим в том бою и пропавшим без вести. Мы примерно предполагали, где находится система обороны, которую наши бойцы взяли в том бою. Хотели ее восстановить, но изначально мы ее не нашли. Пришлось окопа для реконструкции, рейт-экскаватор, но при проведении вот этих земляных работ практически сразу мы зацепились за ту немецкую траншею, оригинальную, которая тогда была. Место мы заприметили, и при проведении следующих военных исторических реконструкций в этом городе, мы будем эту траншею потихоньку восстанавливать, ее музеифицировать. Уже согласие руководству города на эту работу у нас есть. Мы уже подготовили частично строительный материал для проведения этих работ. Также у нас получается в черте города площадка для обучения начинающих пульсиков. В том числе об этом шла речно-научно-практическая конференция, которая называлась «Увековечивание памяти неизвестных событий военной истории Мценска и погибших при защите Отечества советских воинов». Прошло все в администрации города в Малом Зале, но организаторы прикидывают, что для уже следующей подобной конференции зала Малого может быть мало, потому что это мероприятие первое пробное и при этом же вышедшее совсем не комом. Подобное, кажется, не делается нигде, кроме Мценска. Ни в одном другом районе области общественники не восстанавливают чуть ли не по дням хронологию боев, не придают своим открытиям документальный вид и не планируют ставить новые памятники. Так что данный опыт, как представляется, полезно не только множить, но и распространять. Вот некоторые поднятые на конференции темы – 34-й полк оперативных войск НКВД и его воины, погибшие в боях за Мценск и увековечивание их памяти. В результате боев под городом Мценском полк уничтожил 14 танков, 2 танкетки, 2 бронемашины, 2 орудия, 2 самолета и рассеянные до 2 батальонов пехоты. А еще вот темы – 11-я танковая бригада в боях на Мценской земле, 6-я резервная авиагруппа в боях за Мценск, герой боев за Мценск в октябре 41-го года. Были районные областные чиновники, краеведы, сотрудники Мценского музея, представители военно-исторического общества и местных общественных организаций, занятых как сохранением истории, так и подготовкой молодежи. Кстати, про нее. Молодежь оказалась за одним столом с вон какими специалистами. И неспроста, ведь одной из целей конференции было обозначить направление работы, которой занимаются воспитанники клуба «Батальон». Продолжение у этой конференции будет осенью. Сергей Быковский, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.